Перейду к теме дефицита кадров и рынка труда в Пермском крае. Какие изменения произошли в 2022 году и что ждать в следующем? Обсудим с экспертом. Сегодня у нас студия Анна Осипова, это руководитель пресс-службы Headhunter Ural. Анна, рада вас видеть. Добрый день. Вот как поменялся вообще психологический профиль тех, кто сейчас выходит на рынок труда в Пермском крае? Изменения в первую очередь связаны с последними стрессовыми периодами. Мы достаточно долго живем в таком турбулентном времени. Началось все с пандемии, затем специальная военная операция. Естественно, люди сегодня ищут в первую очередь от работодателя стабильности. Мы видим этот момент. Например, больше стало интереса к вакансиям в госкомпаниях, в госслужбе, потому что вроде как они наиболее устойчивы, кажется. Что еще мы видим? Конечно же, на фоне последних событий для соискателей крайне интересные вакансии в оборонно-промышленном комплексе. С одной стороны, это вроде как бронь от мобилизации. С другой стороны, многие понимают, что это та сфера, которая опять-таки стабильна, никуда не денется. И, соответственно, в ней можно быть трудоустроенным и не бояться завтрашнего дня. Это что касается как раз таких сотрудников. А что сегодня требуют работодатели? Работодатели, конечно, как и раньше, так и сегодня в первую очередь ждут от сотрудников профессионализма. Это первое основное. И здесь, наверное, самая большая сложность возникает, потому что компаниям нужны суперклассные специалисты, но их, к сожалению, не так много на рынке в любой сфере. И здесь есть определенная проблема. На этом фоне, на фоне такого дефицита кадров в целом и дефицита профессионалов, мы видим, что работодатели сегодня больше готовы брать сотрудников, заинтересованных в развитии, скажем так. Тех, кто готов учиться и расти внутри компании. То есть работодатель даже готов обучать за свой счет. И в регионе тоже есть такие вакансии. Да, это важный момент. Причем не всегда речь идет про обучение где-то на сторонних курсах. Во-первых, у крупных, например, производственных компаний есть свои учебные комплексы. А во-вторых, довольно часто речь идет просто о реставрации института наставничества, так называемого. Вот в пандемию мы столкнулись с таким понятием «удаленка». А в 2022 году остается ли удаленная работа в регионе? Есть ли на это тренд? И, по вашему мнению, в 2023 году эта тенденция сохранится? Да, вы знаете, буквально сегодня разговаривала с работодателем из Перми. И вот женщина рассказывала о том, что она просто не знает, как заманить работников с удаленки обратно в офис. То есть им настолько понравилось работать удаленно, что они ни в какую не хотят возвращаться к такой обычной работе, когда каждый день нужно куда-то ехать. И в целом мы видим, что, да, отношение к удаленке поменялось. Соискатели сегодня очень активно рассматривают этот вариант занятости. Работодатели стали более лояльны к удаленщикам, но при этом сказать, что абсолютно все офисные вакансии сейчас стали удаленными, конечно же, нет. Все-таки есть много компаний, где работодатель предпочитает видеть сотрудника на рабочем месте. И, опять же, нужно понимать, что у удаленки есть некоторые минусы в части, например, взаимодействия внутри команды. Достаточно непросто это налаживать. Ну и не всем просто хватает, скажем так, самоорганизованности, чтобы эффективно работать в удаленном режиме. И работодатели за это тоже переживают. Вот несмотря все-таки на тренд, на удаленку, который до сих пор остается с нами, как мы видим, исходя из статистики, многие эксперты сегодня HR убеждают, чтобы чего-то добиться, нужно бежать изо всех сил по карьерной лестнице и так далее. Вот вы согласны с этим утверждением? Ну, на самом деле, скорее да, чем нет, потому что мы живем в таком мире сегодня. Мы видим, что все меняется очень быстро, очень интенсивно. Появляются какие-то новые технологии, меняются сами профессии. И, естественно, чтобы бизнесу, например, как таковому оставаться на плаву и оставаться успешным, ему нужно все время развиваться и развивать своих сотрудников, естественно. Здесь речь идет не обязательно про карьерный рост, там, вверх по карьерной лестнице. Это может быть горизонтальный рост, так называемый, да, когда человек просто развивается как профессионал и становится все более и более таким, ну, продвинутым специалистом. А вот зависит ли сегодня карьерный рост от удаленной работы или как раз таки оффлайн нахождения сотрудника в офисе? Нет, на самом деле нет здесь никакой зависимости. В принципе, человек может успешно и там, и там развиваться. Тоже сегодня всех волнует. Турбулентное время, экономическая нестабильность. Вот если сегодня сотрудник хочет уйти с работы, но при этом у него есть долговые обязательства, это удачное время? Ну, конечно, не самое удачное время, да, потому что действительно мы не понимаем, как дальше будут развиваться события экономического плана, да, и насколько устойчивым будет там тот или иной бизнес. Поэтому, если у работника, скажем так, нету ярких таких выраженных причин, чтобы менять текущее место работы, то, наверное, сейчас, в принципе, не самое лучшее время для каких-то таких резких шагов. Если вы однозначно нашли более хорошее место, да, если вы действительно уже, ну, нет сил терпеть там старую работу, конечно же, нужно менять. В целом, сегодня вакансий на рынке труда много, и выбор у соискателя есть достаточно хороший. То есть, в этом смысле ситуация достаточно неплохая. Но, что важно понимать, сегодня очень хороший выбор так называемых синеворотничковых вакансий. Это квалифицированные рабочие, это производственники, плюс довольно много предложений для айтишников. Но, если вы белый воротничок, административный персонал, юристы, то там немножечко сложнее с поиском работы. А кто сегодня диктует правила? Работодатель или соискатель? Соискатель. Сегодня однозначно соискатель. То есть, полная вот эта смена трендов, да? Раньше это был работодатель все-таки, а сегодня соискатель. Да, рынок труда у нас однозначно переходит в такой соискательский рынок. Наиболее это выражено, как я уже сказала, в таких большеприкладных профессиях, да. В офисных профессиях это немножечко меньше выражено, но, тем не менее, тренд, он есть тренд, да, он везде. Мы видим сегодня выраженный кадровый дефицит. На одну вакансию в регионе примерно четыре активных резюме приходится. Это еще не так плохо. В прошлом году было около трех. В этом году чуть-чуть получше для работодателя ситуация. Но судя по тому, как все меняется, мы видим, что дефицит будет усугубляться. Главная причина здесь – это демография, конечно. Просто, в принципе, людей меньше становится, и это очень сильно бьет по рынку труда. Кроме того, это еще и отток кадров в Москву и в Санкт-Петербург. Также у нас многие работают удаленно, но при этом они работают в Московской и Петербургской компании. Как его остановить? Возможно, это или нет? Это большая проблема для региональных компаний. Действительно, когда приходят работодатели из столицы, так называемые, которые предлагают более высокую заработную плату, работу удаленно. Что здесь делать? Здесь несколько моментов. Во-первых, конечно, очень важно развивать бренд работодателя и показывать, что вы тоже классная компания, что работать у вас престижно. Это все-таки имеет значение. Естественно, нужно стараться создавать комфортные, интересные условия труда и, в принципе, думать, что вы можете противопоставить. То есть, возможно, как раз-таки близость к сотруднику, она может давать вам какие-то более интересные варианты. Например, это более интересная корпоративная жизнь, какие-то еще плюшки. Почему нет? Анна, благодарю вас за беседу. А я напомню, сегодня у нас в студии была Анна Осипова. Это руководитель пресс-службы Headhunter Урал. И мы обсуждали ситуацию на рынке труда и дальнейшие тенденции. Продолжение следует...